ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Это Фак и я, профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Так что устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Лего Индиана Джонс 2. Приключение продолжается. Этакая незатейливая бродилка с простейшими загадками. Придумать более верный способ привлечь нескушённого игрока просто невозможно. СО, ДВИДЕОГЕЙМ. Горор по мотивам самого успешного киносериала последней пятилетки. Садизм, головоломки и экшен от третьего лица прилагается. СИТИБАЗ СИМУЛЯТОР 2010. Необычный и добротно сделанный проект. Действие происходит в окрестностях Мархэттена, в центральной части города Нью-Йорк. В Олесен Громец. Грэнд Адвенчерс. Эпизод четвёртый. Дри Баггемэн. Задачки абсолютно логичны. Чтобы их решить, необходима лишь внимательность и немножко фантазии. Лего Индиана Джонс 2. Приключения продолжаются. Ещё одна семейная игра от LucasArts, которая основана на всех четырёх фильмах об Индиане Джонсе. Задача проекта – познакомить детей со знаменитым археологом и развеселить родителей ироническим взглядом на любимые ленты их молодости. Уже достаточно много лет назад разработчики из Traveler's Tales Game неожиданно открыли гениальный приём. Они придумали разыгрывать киноклассику с помощью фигуры-конструктора. Так появилась игра LEGO Star Wars The Video Game, которая была основана на последних трёх фильмах Лукасовской саги. Получилось здорово, но настоящий триумф состоялся через год с выходом LEGO Star Wars 2. Тут идеально сложилось всё – ностальгия, юмор и фирменный игрушечный постмодернизм. Ещё через год обе эти игры объединились, но уже без участия PC в этом празднике жизни. Как бы там ни было, успех этих игр очень чётко показал, почему всё это предприятие вообще сработало. Секреты в исходном материале. Как только пластмассовые стуканы начинают неуклюже разыгрывать знаменитые Star Wars сцены – всё, вас не оторвать. Именно поэтому мы так ждали первую LEGO Indiana Jones, потому что она полностью базируется на событиях классической трилогии. А новая, вторая часть, и вовсе включает в себя все четыре фильма. И этот приём всё ещё работает. Рекомендуемые системные требования к игре. Двуядерный процессор с частотой 2 ГГц, 256 МБ видеопамяти, 5 ГБ на жёстком диске и 1 ГБ оперативки. По сравнению с другими играми этой серии, игровой процесс практически не претерпел изменений. Те же детальки и в других декорациях. Конечно, вы сможете покататься на новых видах транспорта и поиграть за новых героев. Для очень увлечённых этой игрой стоит отметить возможность создания новых уровней самостоятельно, после чего их можно будет проходить с друзьями и в кооперативном режиме. В общем, концепция геймплея нисколько не изменилась, но осталась по-своему интересной. Кстати, без геймпада управление может оказаться неудобным. Наша оценка игрового процесса — 4 балла. Лаконичный стиль оформления деталей конструктора позволил авторам не уделять особого внимания графическим технологиям и сосредоточиться на дизайне уровней и мимике персонажей. Ведь никто в здравом уме не возьмётся считать количество эффектов в сцене из кубиков. При этом происходящее на экране производит приятное впечатление. Мы ставим также 4 балла за внешний вид, несмотря на просоту исполнения. Отсутствие же голосов у действующих лиц и тусклая звуковая палитра позволяет по достоинству оценить музыку. Этим композициям, увы, не суждено было стать такими же популярными, как бравурные марши «Звёздных войн». Однако свои 4 балла за звуковое оформление игра заслуживает. Эта игра одновременна. Примитивная аркада и восхитительно смешная пародия. Идеальное развлечение для фанатов и просто игроманов. Собирайте артефакты и открывайте многочисленных персонажей до посинения. Но предупреждаем, необходимо знание оригинальных фильмов. Иначе весь юмор, а вместе с ним и всё фирменное обаяние игры пройдёт мимо вас. И вторая часть «Лего Индиана Джонс» окажется просто забавной аркадой, как и первая серия. Наша общая оценка игры – 4 балла ровно. Несмотря на то, что происходящее напоминает просмотр немого кино в сопровождении тапёра, «Лего Индиана Джонс» – идеальное развлечение для тех, кто после косынки и пузырей решит продолжить знакомство с миром видеоигр. А мы готовы помочь вам с прохождением этой, в общем-то, несложной игры. Первый вопрос. Помогите мне пройти уровень с роботом. Около него есть две точки, на которые указывают стрелки. Что нужно сделать, чтобы пройти дальше? Отвечаем. Справа от робота есть шкаф, в котором находятся специальные посохи. Возьмите одним героем такой посох и встаньте на одну из точек. На самом деле это не точки, а лучи света, идущие сверху. С помощью посоха направьте луч на один глаз робота. То же самое проделайте с другим персонажем, и всё получится. Следующий вопрос. Я зашёл в какое-то здание и не могу выбраться из-за решётки. В подсказках написано, что нужен персонаж со специальным допуском. Как мне пройти это место? Отвечаем. Действительно, в игре есть моменты, которые можно пройти только персонажами с определёнными способностями. Если вы застряли на каком-то дополнительном уровне и не можете ничего сделать, то, к сожалению, придётся выйти из этого уровня через меню. Затем, когда у вас будет нужный персонаж, вы снова сможете пройти этот уровень. Правда, с самого начала. Чего только не пришлось пережить обитателям небольшого британского городка, придуманного аниматором Ником Парком. Их атаковали пчёлы-переростки. Они оказались замешаны в самую настоящую детективную историю в духе Агаты Кристи. Наконец, они стали жертвами рыжего мошенника Монти Мазла. Пришло время для последнего в этом сезоне четвёртого эпизода приключений «Волоса и громота». Как вы, возможно, помните, третий эпизод закончился тем, что изобретатель «Волос» по чистой случайности предложил руку и сердце своей соседке, мисс Флит. О грядущей свадьбе раструбили все местные газеты. Тётушка невесты, без чего согласия, та никогда и ни за кого не вышла бы замуж, дала своё благословение. Кажется, выхода нет. Придётся герою связать свою жизнь с чопорной любительницей цветов и маленьких злобных собачек. Но на выручку, как всегда, пришёл верный пёс Громет. На самом деле свадьба – лишь первая из череды событий, грозящих навсегда изменить тихий городок. Тут вам и древняя вражда, и поиски потерянного аж в 17 веке документа. От него, кстати, зависит существование гольф-клуба «Бурелом и колючки», куда Волес вступил, надеясь избежать свадьбы. Все ждали, что Telltale Games закончит свой пластилиновый сериал с большой бомбой. И разработчики не подвели. На 4-5 часов геймплея приходится как минимум 3 неожиданных сюжетных поворотов. Системные требования у игры следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц и 64 МБ видеопамяти. На жёстком диске четвёртая часть переключения Волеса и Громета «Вибаги Мэн» займёт 1 ГБ. Оперативной памяти потребуется 512 МБ. «Вибаги Мэн» в полной мере свойственны все достоинства квеста от Telltale. Прекрасная работа сценариста, чудесные идеологии, симпатичные персонажи. Невозможно не улыбнуться, глядя, как майор Крам, приняв от механического дворецкого чашку чая, кладёт на поднос десятипенсовую монетку. Благодарю, дружище. Вот, возьми на чай. В какой-то момент разработчики даже включают самую настоящую социальную драму. Констебль Диббинс, видите ли, мечтает стать членом «Бурелома и колючек», а торговец мистер Панир, которому в этом году выпала честь отбирать кандидатов, пригласил в клуб Волеса. Пятёрка за геймплей. Выглядит игра по-прежнему очень бодро. Персонажи как будто вылеплены из пластилина, а локации напоминают об Англии, времён оригинального мультфильма. 5 баллов за графику. Озвучена игра, как и все проекты этой студии, в высшей степени профессионально. Каждый персонаж обладает уникальным, точно поставленным голосом. А фоновая музыка прекрасно передаёт дух и атмосферу игры. Пятёрка за звук. Но главное достоинство – это, конечно, головоломки. Задачки абсолютно логичны. Чтобы их решить, необходима лишь внимательность и немножко фантазии. Действия происходят всего на пяти локациях, но каждая полна сюрпризов и постоянно меняется. Твёрдую пятёрку получает сегодня четвёртая часть переключений Волеса и Гровита. The Buggy Man. Можно сколько угодно ругать Telltale за то, что игры у них, мол, слишком простые. Но разработчики никогда не считали своим долгом сочинять сверхсложные пазлы. Они всегда прямым текстом заявляли – главное для нас сюжет. И как раз с ним в эпизоде The Buggy Man полный порядок. А чтобы вы смогли почувствовать это сами, мы подготовили ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Как сделать так, чтобы Уоллес попал в гольф-клуб? Отвечаем. Для этого придётся поступить не совсем честно. Первым делом вырезаем из газеты свадебную фотографию Уоллеса. Затем направляемся в город и замечаем на прилавке журнал с фотографией нового члена гольф-клуба. На её место вклеиваем фотографию Уоллеса из газеты. Следующий вопрос. А где мне найти серебряный ключ? Отвечаем. Направляемся в бильярдную комнату. Здесь нам интересен колокол, висящий за спиной паниром. Дёргаем за верёвочку, и панир читает шутку из книжки. Часы в это время бьют три часа. Подходим к ним и открываем циферблат. Теперь направляемся к шкатулке, расположенной справа. Открываем её и видим отражённые стрелки. Девять часов. Теперь собака из третьего эпизода отдаст вам серебряный ключ. Следующий вопрос. А как мне обладать специальным умением игры в гольф? Отвечаем. Этому приёму вас научит полицейский. Но запомнить его не представляется возможным. Возьмите из инвентаря клюшку и обмакните в ореховое масло. Теперь попросите полицейского ещё раз показать вам этот приём. Перчатки прилипнут к рукоятке, и вы получите назад клюшку с волшебной хваткой. Смотрите далее. So the video game. Хоррор по мотивам самого успешного киносериала последней пятилетки. Садизм, головоломки и экшен от третьего лица прилагается. CityBus Simulator 2010. Необычный и добротно сделанный проект. Действие происходит в окрестностях Манхэттена, центральной части города Нью-Йорк. А теперь немного ужастиков. Свет увидела новая страшилка с громким названием «Пила». В этой игре разработчики из Zombie Studios предлагают главному герою пройти через множество испытаний и попробовать выжить в этом диком ужасе. Сюжет – традиционная для сериала история. Мы в роли детектива Дэвида Тэфа приходим в сознание на стуле в грязном туалете с огромным медвежьим капканом на голове. Как выясняется, за конструктором смерти детектив охотился долгие годы. И, по мнению психопата, потерял в этом фанатичном стремлении смысл жизни. Развелся с женой, заработал невроз, лишился напарника, разрушил карьеру. Теперь ему предлагается проверить свою волю в жизни и снять пресловутый капкан. Игровой проект, как и все части кинофильмов, повествует о слотлючении героев, попавших в ловушке психопата по имени конструктор смерти. Логика следующая. Если, на взгляд палача, жертва вела себя недостойно, воровала, не ценила семью, томилась в тюрьме, то на жизнь ей наплевать. Системные требования к игре следующие. Процессор с тактовой частотой 3 ГГц. 128 ГБ видеопамяти. 4 ГБ свободного места на жестком диске. И 2 ГБ оперативной памяти. Традиционные и не сильно интригующие пазлы. Разработчики из зомби-студио соживили за счет так называемой шкалы боя. Это такой специальный датчик, указывающий болевой порог, который нельзя переступать. Например, когда главный герой сунет руку в забитый использованными шприцами унитаз, на дне которого лежит ключ, игра покажет сантехнику в разрезе. А нам придется маневрировать ладонью между игл так, чтобы герой не умер от болевого шока. В остальное время ТЭП бродит по заброшенному зданию, ищет оставленные конструкторы по сказке и старается по возможности остаться в живых. Комнаты напичканы жестокими ловушками и, что не менее страшно, людьми. Все прочие обитатели лечебницы такие же, как и вы, жертвы конструктора, которым удалось решить свою головоломку. С некоторыми из них придется драться, а с некоторыми и подружиться. Что примечательно, в кино решения головоломок жертвам давались с огромным трудом, чего нельзя сказать о игре. Тройка за геймплей. Место действия этого проекта – заброшенная психиатрическая клиника, где большую часть времени стоит полный мрак. Повсюду куча разбитых предметов, непонятных кукол с оторванными головами, различных кровавых надписей на стенах, ржавых мединструментов и все в том же духе. Общая картина, как и полагается, мрачная. Но вот графическая реализация этой атмосферы все-таки прихрамывает. Модельки персонажей и всего окружения выглядят пугловато. Но это неудивительно, ведь проект изначально был выпущен для консолей. Четверка за графическое оформление. Музыка в игре идеально вписывается в общую атмосферу проекта. Здесь нашлось место и нагнетающим композициям, и динамичным саундтрекам. Зомби стонут так, что аж мурашки по коже. Без внимания не остались и остальные интершумы, которые проработаны с вниманием каждой мелочи. Пятерка за звук. Белле придется постоянно делать нравственный выбор. За вашим выбором будет следить конструктор. Сделали что-то не так, очнетесь с капканом на голове. Игра в равных пропорциях смешивает садизм, достаточно простые головоломки и экшена третьего лица с применением оружия. Общая оценка игры — 4 балла. Кстати, в пиле орудия смертоубийства ломаются после длительного применения, но это не значит, что они вовсе не пригодятся. Из отдельных деталей можно соорудить что-то свое и в дальнейшем применить. Загадок в игре много, и о некоторых из них смотрите прямо сейчас в наших ответах на ваши вопросы по прохождению игры пила. Первый вопрос. Подскажите, а как спасти Аманду? Первое переливание получается сделать, а вот второе нет. Как быть? Отвечаем. Во втором переливании вам необходимо расчесать пропорции, так же, как и в первый раз, но с учетом того, что ячейка должна перевернуться. То есть влить два раза подряд. Следующий вопрос. Подскажите, я дошел до того места, где нужно открыть замок гвоздем, но не понимаю, как это сделать? Отвечаем. Вам необходимо создать алгоритм таким образом, чтобы одно звено соединялось с другим одинаковой эмблемой. Следующий вопрос. Подскажите, дошел до комнаты, в которой висят свиные тушки. Что здесь надо сделать? Отвечаем. Здесь нужно включить голову и двигать эти тушки. После удачной комбинации откроется дверь. с помощью которой вы сможете пройти дальше. Не терпится поделиться с вами радостной новостью о том, что в ближайшие выходные на канале Муз-ТВ в проекте Cinema Game вы сможете увидеть новую серию приключений Сэма и Макса, офицеров вольной полиции. В очередной серии приключений Сэма и Макса вольные детективы продолжают свое приключение в реальности версии 2.0. Следующий элемент повестки дня. Если хотите поговорить о лотереях и распродажах, нажмите 1.0. Если вам известно наименование интересующего вас темы, нажмите 2. Я голод. Покупает у Боска очередную ультра-навороченную хреновину. Эй, Боска, нашел у себя на счету наш маленький подарок? Не понимаю, как вы это сделали, но мне пришел миллиард долларов. Мне неинтересно, как дорогой, но как это получилось? И к нескрываемому удовольствию психопата Макса уничтожает интернет. Быстро в реальности двойной, что случается? Что происходит, сэм? Это все наша зараза, похоже, она поедает гравий. Сам жду не дождусь следующих выходных. Такого больше нигде не увидишь. Не пропустите. Cinema Game – кино по вашим любимым играм. Индустрия компьютерных развлечений знавала несколько симуляторов водителя городского автобуса. Это и кошмарный бас-драйвер образца 2007 года, и полуаркадный бас-симулятор 2008-го от студии Астрагон, и пара других менее известных проектов. Но, судя по всему, появился, наконец, более-менее вменяемый симулятор этого важного для города дела. Имя ему «Сити-бас-симулятор-2010». За необычные симуляторы обычно отвечает упомянутая немецкая студия Астрагон. Именно они заморачиваются на всевозможной симуляции мусоросборщика, разрушителей домов, покатушек на парусных лодках, работа космических станций и многого другого. Однако, как выясняется, не только немцам близок невидимый поджанр симуляторов. «Сити-бас-симулятор-2010» разработала молодая студия TML. Действия происходят в основном в окрестностях Манхэттена, в центральной части города Нью-Йорк. Первое, что бросается в глаза, это трафик и движуха на улицах. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 256 МБ видеопамяти, 3 ГБ на винчестере и 2 ГБ оперативной памяти. В «Сити-бас-симулятор» присутствует три режима игры. Фри-плеи, в котором мы вольны кататься как душе угодно, набор миссии и, собственно, заглавная часть игры – компания. Да-да, вы не ослышались. Перед нами симулятор автобуса с полноценной сюжетной линией. Среди прочего, в глаза бросается детализация салона автобуса. Он просто напичкан всевозможными функциями и мелкими деталями. Вплоть до раздельного открывания-закрывания дверей и управления специальной площадкой для посадки инвалидов. В общем, если вы в детстве мечтали о карьере водителя автобуса, игра точно для вас. Наша оценка геймплея – 4 балла. Что касается графики, то «Сити-бас-симулятор 2010» – среднячок. Он не поражает высокими технологиями и голливудскими спецэффектами. Но в своей нише смотрится достойно. По крайней мере, автобусы перестали напоминать гробы на колесах. Да и город Нью-Йорк выглядит вполне достойно. Все известные исторические издания, присутствующие на Манхэттене, вы увидите и в игре. Наша оценка графического оформления – 4 балла. С музыкой же и спецэффектами авторы подкачали. Ничего особенного вы не услышите. Стандартный набор звуков и ничем не примечательная музычка. Наша оценка звукового сопровождения – 3 балла. «Сити Бас Симулятор 2010» – необычный и добротно сделанный проект. Сверхпопулярность он, конечно, никогда не добьется. Но своего игрока, безусловно, найдет. Играют же многие в симулятор дальнобойщика. Такая же история и с этой игрой. Да и город Нью-Йорк можно изучать, как выяснилось, не только из серии GTA. Наша общая оценка «Сити Бас Симулятор 2010» – 4 балла. Игре «Сити Бас Симулятор 2010», конечно, еще далеко до идеального симулятора водителя автобуса. Но если сравнивать с предшественниками, то улучшение налицо. Связано это в первую очередь с технологичной графикой. И с появлением динамики в городах, и с легендарным маршрутом номер 42 на Манхэттене. Тем же, кто столкнулся с проблемами при прохождении, советуем посмотреть наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Застрял в первой же миссии. Мне сказали вернуться на пересечении 12 и 34 улиц, а автобуса там уже нет. Где его искать? Отвечаем. Все очень просто. Вам надо покататься немного по городу и подождать, пока рация оживет. Вам надлежит вернуться в депо, и миссия на этом закончится. Следующий вопрос. Как во второй миссии идеально выполнить маршрут номер 42? Отвечаем. Останавливайтесь возле каждого желтого маркера. Не забывайте опускать автобус для удобства входа и выхода пассажиров. А также ставить на ручник, чтобы он не поехал во время посадки пассажиров. А после пересечения первой улицы надо просто высадить пассажиров. Следующий вопрос. Что в четвертой миссии делать Изабель? Отвечаем. В районе третьей остановки на пересечении 9 и 10 улиц посадите ее в автобус. Ее надо будет подвезти и высадить на перекрестке с 5-й улицей. Там будет красный маркер. Внимание! Канал Муз-ТВ и проект ФАК объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы и талантливы, разбираетесь в индустрии компьютерных игр и стремитесь к успеху, а также учитесь в институте, присылайте свое резюме на наш электронный адрес. faqsobakamuzdefistv.ru Тема – конкурс. Письма без фотографий рассматриваться не будут. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был ФАК. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться. wap.muzdefistv.ru Я всегда в твоем мобильном. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова